Итак, четыре этапа вот этой цепочки «От Бога к человеку». Давайте еще раз их вспомним. Вспомним последний раз. Первое – Богодухновенность, канон, канонизация, сохранение. И четвертое – перевод. Вы чувствуете себя уже как люди, прошедшие три этапа цепочки. Есть ли у вас такое ощущение, что через Альпы, есть ли у вас такое ощущение, что оказывается, я никогда не думал, что Библия такими большими и сложными путями до нас шла. То, что мы обычно читаем, да, действительно такое ощущение, что я взял впервые эту книгу, и она мне дана, она прямо от Бога ко мне. Я действительно в каком-то смысле, в очень важном смысле, прямо от Бога ко мне. Но ведь процесс-то был очень большой, процесс был очень и очень серьезный. И вот у нас с вами последний этап – это этап перевода. Но сначала о сущности перевода поговорим немножко без слайдов. Сейчас мне нужна будет помощь тех из вас, кто знает английский язык. И эта помощь будет нужна в переводе. Я предложу вам несколько фраз и попрошу вас их перевести на русский язык. А потом сделаем комментарий по поводу сущности перевода. А студент walked into the room. А студент walked into the room. Walked. Не worked. Walked. W-A-L-K. Гулять. Гуляли. Walked, ага. Walked into. В. Вошел. И добавить. В. 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 Комнату. А почему вы уверены, что студент, а не студентка? Ну, потому что я про себя говорю. Значит, устные переводчики, переводчики, которые работают последовательно. То есть, оратор говорит фразу, переводчик переводит. Иногда попадаются на такие вещи. Например, человек говорит, Well, you know, back at home we have a cat. У нас дома есть кот. Кот. Well, that cat is really fluffy and playful. И такой пушистый, игривый кот. And last year she brought five kittens. И в прошлом году, А, оказывается, это кошка. У нее родились пятеро котят. Да, значит, кот вдруг оказывается кошкой. Причем, оказывается, он кошкой уже к третьей фразе. Хотя оратор-то, выступающий с самого начала, знал, что он кошка. Но переводчик не знал. Every morning I go to school. Самая детская такая фраза. Every morning I go to school. Каждое утро я иду в школу, хожу в школу. Ну, в общем, наверное, можно и так, и так. А теперь дальше. It goes without saying that без всякого преувеличения можно сказать или совершенно очевидно, что мы не говорим, это идет без говорения что. То есть, нельзя просто взять и найти эквиваленты каждому слову одного языка и выразить мысль на другом языке. Привожу дословно. Пожалуйста, держитесь вне травы. Получается, совершенно дикость. А по-русски по газонам не ходить. Значит, смотрите, что происходит. По-английски нам говорится, что нужно делать. Держиться вне травы. По-русски чего не делать. Не ходить. По-английски please, да, пожалуйста. По-русски неопределенная форма, инфинитив, как бежать, стоять, не ходить, сидеть и так далее. В советские времена это было совершенно дико, потому что такие русские фразы, как битва за урожай, у нас каждый год была битва за урожай, на английский язык не переводились совершенно. Потому что говорящему было совершенно непонятно, как за урожай нужно биться. Ну, работает фермер, работает, получает большие деньги, работает с удовольствием. Если он не будет работать, он не будет получать большие деньги, ему тоже кушать хочется. Вот. Да, мне... Теперь русская фраза. Мне сегодня как-то не пишется и не читается. Вот задумайтесь с этой фразой. Мне сегодня не пишется и не читается. Кто действующее лицо в этой фразе? Я. А вот нет. Нет. Да никто. Оно не пишется и не читается вообще отрешенно. Это некое состояние, которое мной овладело. Понимаете? Вот не я действующее лицо. Это пассивная, это безличная, совершенно, фраза. По-английски что-нибудь типа... Придется сказать что-то типа... I don't feel like reading or writing. I don't feel. Я... Вот тут уже сразу появляется действующее лицо. Я не чувствую себя в состоянии... Или мне... Я не чувствую в себе желание писать и читать. Я не чувствую себя, как будто если я хотел бы писать и читать. Но по-английски это действующее лицо. Оно должно быть выражено. По-русски... Мы совершенно спокойно его не выражаем. По-русски состояние владеет мной. По-английски, хотя это состояние мне, может быть, не очень нравится, но я понимаю, что все-таки я этим состоянием владею. Сегодня I don't feel. Я в центре. Фраза. Вы знаете, у меня... Человек приходит в ремонтную мастерскую, телефон сдавать в ремонт. У меня, говорит, телефон сломался. Он говорит, что у меня телефон упал со стола и сломался. Давайте подумаем о мировоззрении, о картинке, которая стоит за этой фразой. Во-первых, телефон упал со стола. Кто действующее лицо или что? Телефон. Значит, виноват кто? Значит, лежит телефон на столе. Чтобы упасть со стола, он должен приподняться. Ну или стол мог приподняться, ладно, да? Значит, он упал. И он сломался. Если мы начинаем... То есть телефон пройдет в несколько действий. Если мы начинаем это переводить на английский, переводим дословно... My phone fell off the table. Получается совершенно русская фраза, которую носитель английского языка или английский-британец-американец, в общем-то, обычно не скажет. Он скажет... I dropped my phone. I dropped my phone. Буквально я уронил телефон. Значит, ответственность где? Где, деятель в этой ситуации кто? Я. То есть я, в общем-то, признаю за свою какую-то ответственность, в данном случае. Значит, получается удивительнейшая вещь. Удивительность этой вещи в том, что перевод... Это не только передача слов одного языка словами другого языка. Это не только даже передача грамматических конструкций одного языка через грамматику другого языка. Перевод — это еще и попытка передать мышление одного народа или одной культуры средствами, доступными другой культуре. Юджин Найда, человек, который много лет работал в международном библейском обществе, занимался переводом священного писания, был одним из теоретиков священного писания, пишет о том, как часто это бывает непросто сделать. Вот африканское племя, на язык которого переводится Библия, в этом племени считается, что любовь живет не в сердце. Мы говорим «люблю всем сердцем», а в печени. Значит, фраза «посвяти свое сердце Иисусу» не скажет ничего. Нужно сказать «посвяти свою печень Иисусу». Ну, это ладно. А теперь дальше. «И возлюби Господа Бога своего всем, чем простите». А как вам русское «он у меня в печенках сидит»? Понятно, да? Значит, чудесно. Значит, вопрос. Начинается перевод на этот язык. И что делать? Сказать про сердце, и тогда долго-долго-долго человеку объясняет, что вот где-то там далеко живут люди, которые любят сердцем. Он скажет, что они, дикари, что ли, какие-то? Сердцем любят. Или перевести и сказать про любовь печенью. Но тогда получается искажение библейского текста. Вот это проблемы, с которыми мы сталкиваемся в переводе священного писания. Или еще одна ситуация. Помните, что жена названа женою, потому что она взята от мужа? Не понял. Ничего не понял. Взят женою, потому что взята от мужа. А связь-то какая? Я никак не вижу связи между словами жена и муж. Как она? Жена, потому что она взята от мужа. Я этого не вижу, пока не открываю еврейский текст еврейского Ветхого Завета. Потому что там все проще. Человек и муж, мужчина, мужчина называется словом ищ. Ищ. Женщина, жена, называется словом ища. Только не ишак, пожалуйста, да? А ища. И вот она, жена, она ища, потому что взята от ищ. Видите связь? Но эта связь в переводе утрачивается. И нет никакой возможности эту связь сохранить в переводе. Но и этой связью все не кончается. Ища взята от ищ. Это ведь не первый случай, когда что-то одно берется от другого и добавляется вот это а. Первый-то случай был раньше. Адам, человек, человек как вид, взят от Адама, почвы, от земли. Вот там, взяв человека от земли, Священное Писание обозначает это таким же приемом, но там идет отбрасывание вот этого конца. От Адама, от земли, взят Адам. Как бы урезание слова. А потом от ищ, другое слово для человека, не для человека, как вида, а для мужчины в данном случае, взята ища женщина, жена. Вот такие забавности. Как ты это переведешь? Что ты с этим сделаешь? Руфь, извините, книга Руфь, Наимень своими сыновьями уходит из города. Как город называется? Откуда вышла Наимень, помните? Она вышла из Вифлеема. Они жили в Вифлеемской земле. Они вышли из Вифлеема, потому что в Вифлееме нечего было кушать. А что значит слово Вифлеем? А слово Вифлеем значит Bethlehem, дом хлеба. Теперь смотрите, какой замечательный парадокс. Дом хлеба, нет хлеба в доме хлеба и нечего кушать. Значит, Наимень уходит из дома хлеба, потому что там нет хлеба. Знаете, какая штука? А потом придет Наимень обратно в Вифлеем, потому что там появляется хлеб, они узнали, что Бог посетил свой народ. И она скажет, не называйте меня больше Наименью, называйте меня Марою. Почему она так скажет? Наимень значит приятная, сладкая. Мара значит горькая. Она говорит, не называйте меня Марою, потому что Бог огорчил меня, потому что вот горькая мне судьба. Значит, я не соответствую своему имени. Мы начинаем все это переводить. И мы теряем. Мы теряем текст. На будущей неделе мы с вами подробно будем говорить о книге, кстати говоря, Русь и с нашей работой по интерпретации священного писания. Мы увидим совершенно замечательные имена ее сыновей. Говорящие имена, которые дают картинку вообще того, что там произошло. Но имена, которые в переводе, в русском переводе, да и в любом переводе по определению мы просто не увидим. Текст переведен с одного языка на другой и в переводе мы по определению что-то теряем. А теперь я хотел бы попросить вас открыть книгу Иеремии. Первая глава. Давайте начнем с 11 стиха. Было слово Господне ко мне. Что видишь в Иеремии? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Слово ибо обозначает что? Ну, потому что. Потому что. Значит, между 11 и 12 стихами есть некая связь. Иеремия говорит что-то очень хорошее, что Бог одобряется. И говорит, ибо ты верно видишь. Ибо. И он объясняет, почему. А теперь объясните, пожалуйста, мне связь между 11 и 12 стихами. Он видит что? Жезл миндального дерева. Да. Жезл миндального дерева. Ибо я, говорит Бог, бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось. Какая связь между жезлом миндального дерева и бодрствующим Богом? Первый ответ никакой. Ну, первый неправильный, вы это сами понимаете. Ну да. Жезл народом. Что? Жезл народом. Ну вот если бы. На самом деле все проще. И опять мы сталкиваемся с тем, что называется трудностями перевода. Дело в том, что у слов миндаль и бодрствовать на еврейском языке сходные корни. Это слова, которые имеют одно и то же звучание, но разное значение. Как если бы по-русски была игра слов типа «Что видишь ты? Вижу жезл миндального дерева. Ты верно видишь? Ибо я не миндальничаю с народом моим». Вот миндальничать, да, так жалеть его, потворствовать ему. А на другой язык не переведется. То же самое и здесь, но в слове «пикуй, забочусь». Бог заботится над словом, о слове. Бог старается, заботится о слове Божьем, сохраняет слово Божие, а корень тот же самый, что и в слове «миндаль». То есть, видение пророка по ассоциации его наводит на некое действие Божие. Помните, мы говорили с вами о том, как еврейский язык, это язык картин, это язык образов, к абстракции, к богословскому мышлению, мы идем через конкретные картины. Вот перед нами такая словесная картина, которая потом выводится в большую богословскую идею. Таких моментов очень много. И в Ветхом, в Завете, в Новом тоже. В Новом поменьше, и через некоторое время мы поймем, почему. Значит, начну я с плохой новости. Эта плохая новость заключается в том, что любой перевод по определению это потеря. В любом переводе мы что-то теряем. Продолжу, однако, хорошей новостью. И заключается она в том, что уже много-много веков люди переводят Священное Писание, и в переводе Библии, и в комментариях на Библию, в комментировании Библии мы очень и очень многого достигли. Поэтому не нужно воспринимать так, что вот все безнадежно, мы не можем читать Библию в оригинале, поэтому давайте ее не читать вообще. И все же, друзья мои дорогие, если у вас есть желание заниматься библейскими языками, греческими, еврейскими языками, делайте это, это очень полезно. Смотрите группу, найдите себе преподавателя, займитесь. Ну, если есть желание, еще и есть время, хотя обычно, если есть очень большое желание, то и время обычно находится. Но не думайте, пожалуйста, что изучив древние языки, вы сразу решите для себя все вопросы. В какой-то степени, уверяю вас, вопросов станет даже больше, потому что вы станете понимать Библию глубже, вы будете обращать внимание на такие вещи, которых раньше вы не замечали. Вот суть перевода это по определению создания некоего нового текста, который будет жить в другой культуре. И подходить к этому процессу можно по-разному. Священное писание начали переводить уже со второго века, с третьего даже века до нашей эры. Септуагинта, перевод 70 толковников или 72 подтолковников, 250-270 год, Египет, Александрия. Для иудеев, которые жили в Александрии и в окрестностях, которые при этом уже забыли свой родной язык, но хотели читать священное писание, читать Танах, Тора, и хотели славить Господа. Для них был сделан вот этот греческий перевод. Пожалуй, первый серьезный, большой, крупный перевод в истории человечества вообще, в принципе. И хороший перевод, очень хорошо у них получилось. Старо-латинский перевод Верхбетхого и Нового Завета, начало нашей эры. В первом, втором веках, ко второму веку нашей эры делается перевод на латинский язык, на язык Рима. И нужно отметить, что перевод этот был, говоря современным языком, деревянный. Это как, если английское выражение Why don't we stand on our feet and clap our hands and praise our Lord? Как если бы его перевести на русский что-нибудь типа Почему бы нам не встать сейчас на наши ноги и похлопать в наши ладоши и не прославить нашего Господа? Получается дословный перевод. По-русски мы все-таки скажем давайте сейчас встанем и аплодисментами или просто и вставим прославим нашего Господа или восплещем руками Богу, что-нибудь типа того. А встанем на наши ноги ну да, давайте встанем на ноги соседа для этого самого для разнообразия и похлопаем в его ладоши. Вот старый латинский перевод был переводом слишком буквальным, слишком дословным. Читался он с трудом. И очень скоро было понятно, что переводить нужно священное писание заново. К тому времени и также во втором веке появился уже древнесирийский перевод священного писания. Это ранняя миссионерская деятельность. Но настоящую революцию в переводческой практике, в переводе священного писания, в переводческой практике вообще совершил святой Иероним. С годом его рождения не совсем понятно. То ли 340, то ли 347 год. Год смерти немножко понятнее, 420. Иероним Иероним считается сегодня отцом-покровителем всех переводчиков. У него есть два праздника. На Западе его день рождения отмечают 30 сентября. Очень скоро. И профессиональное переводческое сообщество избрало для себя 30 сентября своим профессиональным праздником, днем переводчика. Так что, если среди ваших знакомых есть переводчики, то 30 сентября уже на следующей неделе. Поздравьте их, даже если они об этом не знают, особенно если они об этом не знают, они очень ободрятся, когда узнают, что у них есть профессиональный праздник. А на Востоке день святого Иеронима празднуется в июне, но переводческое сообщество именно так приняло 30 сентября. Что сделал Иероним? Он подготовил перевод священного писания на латинский язык, но на самом деле он сделал больше. Он заложил принципы, которые потом использовались в переводе. И эти принципы... Да, пожалуйста. Переводчик греческого? Значит, он переводил в основном руководствуясь греческим текстом, но для Ветхого Завета он переводил также с еврейского, потому что он знал еврейский язык, он, собственно говоря, специально выучил еврейский язык для того, чтобы этим заниматься. более того, говорят, что он учил еврейский язык еще в процессе перевода. То есть, занимаясь переводом с еврейского языка, он этот язык осваивал. Там были определенные проблемы, какие-то вещи в еврейском языке он не понял. И сами евреи не вполне довольны этим переводом, они говорят, что он плохо знал еврейский язык, но перевод вульгата стал основным общепринятым переводом католической церкви. Новый завет, конечно, с греческого, ну и в переводе Ветхого завета он, я думаю, также в греческий загляд. Греческий язык ему был ближе. Так вот, Иероним сказал, в общем-то, если формулировать эту мысль простыми словами, о том, что перевод должен хорошо читаться в культуре того языка, на который он переводится. то есть Иероним отверг дословный перевод, потому что дословный перевод читается очень тяжело. И у Иеронима получился хороший перевод на уже сложившийся язык. Здесь нужно обратить ваше внимание, ведь на латинском языке уже была большая литература. На латинском языке уже много писали, уже много говорили, там были столетия, а то и тысячелетия истории. Значит, он работал с языком уже сложившимся, но все равно ему приходилось думать, как, может быть, какие-то вещи не латинские, какие-то еврейские, допустим, понятия выразить на латинском языке. Чтобы вам проиллюстрировать, есть такое понятие, американское понятие, но сейчас оно в русский язык входит, но постепенно, это понятие privacy. Что такое privacy? Очень сложно его перевести. Privacy – это личное, нет, это не собственность, это личное пространство, это право на личную жизнь. Да, допустим, от privacy, совершенно верно, допустим, вы разговариваете, допустим, я разговариваю по телефону, вы находитесь в комнате при этом. Вот поскольку у меня есть privacy, либо я должен выйти, если я могу выйти, или вы должны выйти. Если мне позвонили, я по каким-то образом не успеваю выйти, а вы как-то не сообразили, что вам надо меня покинуть, я могу сказать, допустим, по-английски may have some privacy, may have some privacy, буквально можно мне иметь немного privacy, не переводится так, можно мне иметь немного privacy, нет, may have some privacy, да, это вы бы не могли выйти на минутку. Если я сам не собираюсь, я к вам обращаюсь с этой фразой, это значит, что я вас прошу на минутку выйти, по-русски вы не выйдете на минуту, причем обратите внимание, как сформулировано по-русски со словом не, вы не выйдете, не выйду, вы сахар не передадите, да не передам, вот, фраза по-русски вам чаю налить еще? да нет, да нет, тогда или нет, да, вам чаю налить? спасибо, что спасибо, тогда или нет, вот, то есть, видите, перевод должен работать в контексте культуры, и ироним это очень четко понял, и переводил он на язык уже со сложившейся культурой, у него, по крайней мере, был материал, с которым можно было работать, языковой материал, вот, Мефодию и Кириллу, обычно мы называем Кирилла Мефодии, так сложилось уже, но по старшинству, вообще-то говоря, Мефодий и Кирилл, потому что Мефодий был старше, прожил дольше, и его вклад именно в славянскую письменность более, чем вклад Кирилла, Мефодию и Кириллу пришлось тяжелее, приехали они из города Салоники к славянским народам, у которых, во-первых, в отличие от римлян, не было письменности, а во-вторых, не было сложившегося языка, Мефодию и Кириллу пришлось дать им письменность, разработать письменность, причем, опять-таки, они разрабатывали на основе уже известного греческого алфавита, и составляя перевод, осуществляя перевод Священного Писания, фактически пришлось делать языки, делать новый язык, потому что в языке не было инструментов, не было средствами, которыми все это можно было бы выразить. Русский язык поэтому, или старославянский язык, русский все-таки уже другое, старославянский язык во многом стал калькой из греческого, настолько калькой, что мы этого уже не замечаем. Например, русское слово благодарность, смотрите, благо, дарность, благо, благой, дар, два корня. А греческое соответствующее слово, сейчас кто-то из вас наверное удивится, евхаристия, эукаристия, эу, благой, как в слове евангелие, евангелион, благая весть, а харизма, харизия, а слово харизма это дар, дар, значит, харизматы, допустим, харизматические, харизматичные от слова дар, благодарность. Но и это еще не все. Само слово харизма, харизма по-гречески, происходит от слова харис, а хариз по-русски это милость или другое похожее слово благодать, латинское caritas, английское charity, благодать, то есть благодарность и рядом с ним благодать, потому что они в греческом языке были однокоренными словами, потому что очень часто когда нашим просветителям славянским Кириллу и Мефодию нужно было создавать новые слова, они искали корни и создавали в славянских языках нечто похожее, похожее сочетание на то, что было в языке греческом. То есть фактически то, что сделали Кирилл и Мефодий, они принесли в славянский язык лексический и грамматический строй языка греческого. Они во многом уподобили славянский язык языку греческому. И если Иероним переводил на латинский язык и он должен был адаптировать священное писание к латинскому языку, чтобы хорошо звучало, у него не было возможности брать и изменять строй латинского языка, потому что до этого строй латинского языка уже определили поэты, писатели, ораторы, то у Кирилла Мефодия ситуация была другая. Они лепили не перевод под язык, под новый язык, а новый язык под нужды перевода. Вот этот маленький момент вам понадобится дальше, для того, чтобы понять историю русского перевода Библии. они вылепливают русский язык под нужды перевода священного писания, создавая фактически новый язык. И иногда в пылу восторгов, особенно в День славянской грамотности, мы говорим о том, что Кирилл и Мефодий создали новый язык. И это совершенно правильно. Только нужно еще понять, что из этого следует. Вот язык был составлен под перевод священного писания. ПЕСНЯ